Состоялся очередной этап сдачи норм ГТО. На этот раз сотрудники центра тестирования фиксировали результаты по метанию на дальность спортивных снарядов. В основном на сдачу нормативов собрались школьники. Я решила принимать участие лишь потому, что узнать, на что я способна и просто для интереса. Сейчас во всех учебных заведениях существует ответственный за сдачу ГТО работник, чаще всего учитель физкультуры. Он и готовит ребят к прохождению испытаний. На метание гранаты каждому участнику давалось три попытки. Ученик Володарской школы Иван Рашмаков уже 11 лет занимается каратэ, и ему хочется попробовать себя в разных видах спорта. Я сдавал бег на 100 и 3000 метров, сдавал стрельбу, вот метание гранаты и... Что там у нас еще? Ну, вроде все, но больше всего мне понравилась стрельба. Молодые люди подают пример старшему поколению. Ведь испытать себя и получить значок ГТО можно в любом возрасте. Для начала нужно зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru. Там присваивается УИН-номер, скажем так. И с этим УИН-номером мы находимся во дворце Спортовидное, наш кабинет центра тестирования ГТО. Также мы есть в соцсетях, в Инстаграм и ВКонтакте. Пишите заявку, что желаете сдать нормы, и мы вам назначаем день, вы приходите и сдаёте. Основной блок нормативов принимается на стадионе «Металлург». Метание снарядов происходит в пожарной части, а плавание сдаётся в бассейне «Дельфин». Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.